Рада вас приветствовать на моём канале. Сегодня будем готовить вот такой замечательный по-настоящему новогодний мандариновый торт. Приступаем к приготовлению. Для сегодняшнего торта нам понадобятся следующие ингредиенты. Для бисквита нам понадобятся яйца, которые я заранее отделила на желтки и белки, мука, сахар, щепотка соли, растительное масло, разрыхлитель и ванилин. Можете взять ванильный сахар или ванильный сироп, что есть у вас под рукой. И, конечно же, для бисквита нам понадобится цедра и сок мандаринов. У меня мандарины двух сортов. Вот этот очень яркого цвета, но у этого мандарина не хороший аромат. А вот этот зелёный мандарин, но с обалденным ароматом. Цедру буду брать из-за зелёных мандаринов. Нам понадобится и цедра, и сок мандарина. Сначала снимаем цедру. Ну, так же, как снимаем цедру апельсина или лимона, или лайма. Вот так. Натираем только верхнюю часть. Ещё цедру одного оранжевого мандарина. Это больше для цвета беру. А так, по вкусу и аромату этот мандарин вообще никакой. Вот у меня получилось вот столько цедры. Это около одной столовой ложки. Теперь почищу мандариной. Штуки четыре возьму и посмотрю, сколько сока выйдет. Теперь погружным блендером пробью до однородного состояния. Потом будем процеживать. Вот получился вот такой мандариновый сок. Теперь будем процеживать. Из трёх мандаринов у меня получилось 250 мл мандаринового сока. 60 мл отсюда я беру для бисквита. А остальное оставлю для мандаринового крема. Мандариновый сок для бисквита готов. Теперь подготовим сухие ингредиенты. В муку добавлю разрыхлитель, ванилин. Хорошенько смешаю. И это всё вместе просеиваю. Желательно два раза. Мучная смесь тоже готова. Теперь к белкам добавлю немножко соли. И взобью до пышной пены. После того, как в белки ввели весь сахар, забьём белки с сахаром до плотных пиков. Вот такие взбитые белки у меня получились. Теперь сюда по одному вводим желтки. Миксер нам больше не нужен. Теперь в белки добавлю цедру. И по одному буду вводить желтки. Ой, такой красивый цвет получился. Аромат настоящего Нового года. Теперь сюда добавлю растительное масло. Добавлю муку. Желательно муку вводить через сито. Опять просеивать. Добавлю мандариновый сок. И последнюю порцию муки. Перемешиваем аккуратно. Должна получиться гладкая масса. Однородное, гладкое бисквитное тесто. Вот такое замечательное бисквитное тесто у меня получилось. Теста не промешанной муки не должно быть. Теперь тесто залю в форму. Я дно накрыла пергаментной бумагой. Ничем не смазала. Теперь тесто равномерно распределяем по противню. Печем бисквит в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 25-30 минут. Время выпекания бисквита зависит от вашей духовки. Может понадобиться чуть больше времени или чуть меньше. Я поставлю бисквит на средний ярус. И режим включен низ вверх. Мой бисквит уже готов. Он испекся за 20 минут. Теперь его достану на решетку. Аккуратно сниму бумагу. Вот такой замечательный, очень нежный, мягкий бисквит получился. И такой аромат стоит на весь дом. Оставлю бисквит на столе и дам остыть до комнатной температуры. Пока остывает бисквит, я сделаю мандариновый курд. Для мандаринового курда нам понадобятся следующие ингредиенты. Яйца, сливочное масло. Я взяла 82,5% жирности масла. Кукурузный крахмал. Простая вода. Мандариновый сок. Сахар. И нам понадобится цедра и кожура мандарина. В сотейнике соединяем с сахар с водой. Сразу же сюда натираем цедру мандарина. И сюда же сразу добавлю шкурки мандаринов, из которых выжимали сок. И теперь на маленьком огне будем варить сироп. Ждем пока сироп закипит и будем уваривать пару минут. Сироп закипел. Уварю около 2-3 минут. Мандариновый сироп уже готов. Снимаем с огня. Теперь сироп нужно процедить. Вот такого очень красивого лимонного цвета получился сироп. Эти шкурки не выпрасываем. Из них можно заварить очень ароматный чай. Вот такой очень красивый, очень яркого, янтарного цвета сироп получился. Сироп пока оставим в сторону. Яйца взобьем до пышной белой массы. Яйца без сахара я взбила до бела. Если вы любите сладкий крем, то можете, конечно, к яйцам добавить немножко сахара. Я этого не сделала, потому что я сварила очень сладкий сироп. И мой мандариновый сок достаточно сладкий. Лишнего количества сахара не хочу вводить в курт. Миксер нам не нужен больше. Теперь сюда добавлю кукурузный крахмал. Перемешиваем до однородности. Должна быть гладкая однородная масса без комочков. Если вдруг останутся комочки от кукурузного крахмала, их потом не разобьете. Только надо будет потом через сито процеживать массу. Получилась вот такая пышная гладкая масса. Теперь сюда добавлю мандариновый сок. И в самом конце сюда ввожу мандариновый сироп. Залю эту массу в сотейник. И пойдем к плите. В медленном огне, постоянно помешивая, доводим массу до загустения. Уже потихонечку курт загустевает. Обязательно нужно интенсивно перемешивать, чтобы дно не подгорело. Вот такого очень красивого цвета. Жаль, что камера не передает настоящий цвет. Очень красивого цвета курт получился. Курт нужно обязательно уварить около 1-2 минут, чтобы потом не почувствовать запах и вкус крахмала. Сырой крахмал будет хрустеть под зубами. Это такое неприятное ощущение. Все, курт уже готов. Сниму с огня. В курт в горячем виде добавлю сливочное масло. И перемешиваю, пока масло не растопится полностью. В остывший курт можете добавить разные ликеры. Мандариновые, апельсиновые. Если есть лимончелло, то лимончелло можете добавить. Это будет к месту. Курт сверху накрою пищевой пленкой. Я оставлю на столе до полного остывания. Бисквит хорошо остыл. Его нужно порезать на две части. Сначала порежу вот эти края. Вот такой бисквит получился. Очень мягкий, мелкопористый. Очень гибкий. Теперь с помощью линейки поделю на две ровные части. Вот эта верхняя корочка спокойно отходит. Можно удалить. Получится белый бисквит. Я бисквит порезала на два коржа. Вот такие у меня коржи получились. Замечательный бисквит получился. Бисквит получился очень мягкий. Из обрезков можно рулет скрутить. Так что очень хороший, очень качественный бисквит. Рекомендую. Можете взять в основу для самых разнообразных тортов и пирожных. Бисквит пока оставлю в сторону. И приготовим крем. Так как у нас еще есть и мандариновый курт, поэтому решила крем сделать очень простой. Взбитые сливки. Взяла жирные сливки с жирностью 33%, загуститель для сливок, сахарную пудру и ванилин или ванильный сахар или ванильный сироп, что есть у вас под рукой. Сливки только что я достала из холодильника. Они очень холодные. В сливки я добавлю 2 столовые ложки сахарной пудры. Количество сахарной пудры возьмите на ваш вкус. Если любите крем послаще, тогда добавляйте побольше. И добавлю пакетик ванилина. И сюда же сразу добавлю загуститель для сливок. Сливки взобью до плотного состояния. Большую часть крема положу в кондитерский мешок. Вот столько крема оставила, чтобы тоненько смазать коржи. Мандариновый курт хорошо застыл. Поэтому нужно было взбить до мягкого состояния. В мандариновый курт добавлю 25 мл лимончелла. Если у вас есть мандариновый ликер, добавляйте мандариновый или апельсиновый ликер. Очень, кстати, тут хорошо будет сочетаться. Переложу курт в кондитерский мешок. Две столовые ложки курта я переложила в кондитерский мешок. Это оставлю для украшения торта. А все остальное оставлю в сторону. Это пойдет в прослойку торта. Собираем торт. Я коржи пропитывать не буду. Потому что они в меру влажные. И взбитые сливки очень хорошо пропитают торт. Крем наношу тоненьким слоем. В центр выложу курт. Второй корж слегка смажу кремом. Совсем немножко. Торт сверху промажу оставшимся кремом. Пока торт тоже слегка затяну кремом. Друзья мои, во время украшения торта у нас отключили свет. Поэтому весь процесс остался за кадром. Вот так выглядит мой торт. Он очень простой. Я украсила торт очень просто. Вы знаете, я в этом деле не мастер. Украшайте торт по вашему умению. Вот то, что у меня получилось. Думаю, что красиво. Самое главное это вкус готового торта. Порежем и посмотрим. Каким он у нас получился. Друзья мои, я попробовала. Торт получился просто превосходный. Замечательные, очень нежные, мягкие, ароматные коржи. Курт просто нежнейший. Торт в целом в меру сладкий. Обязательно попробуйте. Тем более, этот торт с новогодним акцентом, можно сказать, мандариновый. Какой же Новый год без мандаринов, апельсинов, без чарующего цитрусового аромата. Обязательно попробуйте этот торт приготовить и для вашего праздничного стола. Я уверена, что он понравится и вам, и вашим гостям. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня всё. Как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok